Хули нам... Вот по факту мы же вообще заметили, мы своими, моими стримами, моими стримами, загоняю, ну я точнее больше, я загоняю сам себя в рамки, да, потому что мы смотрим одни и те же форматы, одни и те же, ну вы поняли, да, типа, не ври мне, да, там, Саболину, Хуину, Кринж ТикТок, это же одно и то же, блядь, по факту, блядь, а почему нахуй я... Мне когда предлагают что-то новое посмотреть, типа интервью Волочкова, я сразу такой, ну хуй знает, душно, блядь, это же пиздец. Передай, пожалуйста, привет чату блогера и дороги, чтоб Саша не проспал электричку. Опа. Люблю Даню очень сильно. Да, конечно, передаю привет чату блогера и дороги, и желаю, чтоб Саша не проспал электричку. Ну, короче, я говорю, чтобы, блядь, это самое, надо не загонять себя в рамки. Понятно, понятно. Не заметить... Королева шпагата, богиня всех тупых новостей, как еще тебя назвать, не знаю, Настя Волочкова, поприветствуйте Настю. Посмотрите. Не приветствуйте, ребят, просто молчите. Какая красавица. Давайте сами поприветствуем, браво! Бля, она уже в очко пришла, нихуя. Настя, пять дней назад. Бля, вот у меня есть такая хуйня, мне стыдно, когда я пьяный, как я пьяный выгляжу, короче, поняли? Даже когда мне язык начинает заплетаться, или я видосы какие-то вижу, мне сразу, ну у меня стыдоба, короче, лютая. Я не знаю почему, но я рассказывал почему, ну, короче, с одной стороны, ничего в этом такого нету, ну, как бы все напиваются, ну, у всех такое бывает, типа, еще такого, ну, реально, а что такого? Он интервью даже дает, ну, не знаю, я бы, наверное, интервью не вывез пьяный. Мне даже пацаны, когда на алкостримы какие-то зовут, типа, вот, Мазела, мы пиво недавно пили, я вот только на пиво соглашаюсь, реально, потому что, что крепче, я сразу, ну, в пизду. Потому что, если я буду сидеть, мне язык будет заплетаться, мне потом, ну, в ТикТоке где-нибудь увижу, сосыда сгорю, блядь. Мы отметили твой день рождения, мы отметили. Это вся страна отметила. Вся страна отметила твой день рождения, и я вот к тебе приехала, тебя поздравила. Я была в шоке вообще от того, сколько прессы ты собрала. Я собрала, Алена, я, если честно, больше всех ждала тебя, потому что ты настоящий человек, и, ну, представители благородных СМИ. Благородных? Это благородный, я всегда так называю благородных. Все поняли, кто меня обзывает желтой прессой, я представитель благородных СМИ. Ты представитель благородных СМИ, потому что ты настоящий человек, ты мой друг, и я тебя очень люблю. Просто как человека, как женщину, и, знаешь, за то я тебя уважаю, вот, что ты истинно освещаешь жизнь тех людей и тех гостей, которых ты приглашаешь к себе вот на свои программы, в свои студии. И ты видела же этих гостей, которые были твоими гостями, у меня в гостях. Так я пришла, думаю, героев новых найти, а там все уже были, что Ковалев Андрей сказал. Бля, ебать контент. У тебя всегда представители СМИ больше, чем гостей. Дело в вас помоечко, но это красиво, что ты был. Ты ресторан такой, такой чисто банкетный зал, если честно. Ну, для Волочкова, что-то мелковато. Я сюда просто положу, а то как-то у нас, знаете, бра... Я ускорил уже, я ускорил. А я сюда сейчас положу. Ты говоришь то, что ты хочешь. Я обратила внимание на твою фразу накануне твоего отъезда на отдых на Мальдивы, где мы с тобой были, кстати, на соседних островах. Ты что? Я даже пыталась исполнить твой шпагат. Об этом попозже. Ты что? Ты сказала, что ты выходишь замуж. И что у тебя скоро свадьба, и ты ее сыграешь на следующий день после твоего дня рождения. Я после съемок просто содрав штаны прибежала к тебе на день рождения. В Апландии. Думаю, где этот жених, где этот мужик? И я его там не увидела. Что произошло? Ты потом сказала, что ты все выдумала. Зачем? Нет, смотри, я ничего не... Опа, а теперь ты подорвала, получается, репутацию арт... Или кто она, блядь? А кто такая Волочко? Блин, нет, ну балерина же давно и давно была в 90-х. А кто она вообще такая? Я думала, во-первых, Дед Мороз, это Дима, он пришел ко мне домой, реально. Ну балерина, блядь, ну вы... Появился. Ну это вот мой любимый человек был. Это же было, блядь, когда она еще, ну ей... Ну, по крайней мере, раза два возраст меньше был. А Дед Мороз почему? Да потому что он пришел ко мне домой по прозе Деда Мороза. Светская львица, так скажем, да, скорее всего? Алена, у меня просто так ничего... Тяжелый, откуда он взялся? Он откуда... Ну, меня мама так говорила, помню, что типа... Говорит, Дань, вот ты вот занимаешься, да, своим там медийной движухой, типа, уже вроде, ну как бы, тебя смотрят много, да, там вся хуйня. Тебя на улицах узнают, мы идем гулять, где-то тебя узнают. Говорит, главное, делай что-то, а не просто типа... Ну, как вам объяснить, ну типа... Ну она говорила про грязный хайп, типа, не занимайся вот этой хуйней, да, типа, что... Разводить вокруг себя мусор, чтобы тебя больше людей знало, чтобы не быть как Волочкова, короче, которая вроде как бы существует, но никто не знает, кто она такая, в принципе. Я так же согласен полностью, блядь. Я вообще не знаю, послушай, просто у меня была такая ситуация, мне звонят организаторы моего, не то что мероприятия, а те люди, которые, ну, помогали мне организовывать подарки для девочек, моих участниц моего спектакта. Девчонки там у меня с 9 до 15 лет. Я светский лев. И сказали, вот вы знаете, вот из Дима, который, Дмитрий, компания там занимается десертами, и вот он готов десертами. А может что-нибудь сразу посмотрим? Зачем Волочкова выдумала свадьбу в Лапландии, да? Ай, блядь. На Мальдивах ждал другой любовник. Переспать, поцеловать, убрать. О, вот это интересно, вот это интересно. У меня игра. С кем бы ты переспала, кого бы ты поцеловала, а кого бы ты убила. У меня для тебя будут варианты. Надо не думать, а говорить быстро. Хорошо. Сулейман Керимов, Николай Басков, Джим Керри. Кого бы из них ты убила, кого бы поцеловала? А с Джимом Керри, там же история была, я помню. Мне это все желтые прессы подхватывали. Якобы, якобы Джим Керри, короче, с ней встречался, то ли чё к ней приезжал. Блядь, напомните, как там было? Ты спала. Ой, хотя подожди, ты уже спала там. Со всеми спала. Со всеми спала. Что? Что вы хотите? Что за игру вы мне придумали? Нет, давай мы сейчас. Если по ним... С нами здесь стояли. Сулейман. Сулейман, твой любимый. Николай Басков, который, кстати, ты всем... Вся страна видела ваш роман. И мне фотографии прислали, как вы на этих Мальдивах словали. И Джим Керри, который за тобой ухаживал. Вот они второлём стояли. Да, 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 было, было. Вы чё, не в курсе? Это давно было, блядь. Я здесь. Нужно выбрать, кого ты убьёшь. Это что-то на уровне вот этого дурака, как его звали-то, блядь. Скандалы, триггеры, расследования. Волочкова, Джим Керри, встречай. Ну вот такая, короче, хуйня была. Просто я помню, телек включаешь, и там просто все, блядь, вот эти, блядь... Ты не поверишь! Волочкова! Отправишься в ночь? Так я со всеми была в ночь. Ну это не факт, там... Ну у меня складывается ощущение, что ты пиздёшь, что... Какой Джим Керри, что за чушь, блядь? Чуть? Если этот... Как её? Вот с солистом Рамштайна, которого встречалась... Лобода, да? Вот это я ещё верю, блядь, потому что солист Рамштайна, я даже знаю людей, которые с ним дружат. Вот настолько он прям... У него очень много друзей с Россией. Он сюда один раз приезжал, короче, я не буду рассказывать, с кем в... Ну, короче, под Питером, далеко, вообще далеко, в русскую глубинку приезжал, короче, к чуваку с Алисом Рамштайна, блядь, на рыбалку, блядь. Серьёзно говорю. Я вам отвечаю, нахуй. Мне эту историю рассказывали. Причём, там, говорит, там какая-то деревня, и там стоит единственный магазин, знаете, где просто полки и на них товары. И он туда заходил постоянно. Женщина, ну, в возрасте не могла поверить, типа, что... Ну, типа, чувак, знаете, в шубе его одели, просто валенки, шубы. С Алисом Рамштайна заходит, покупает там пиво, короче. Нет, ты сейчас выберешь. Ну, то есть это возможно. А вот что Джим Керри, что ты пиздёшь какой-нибудь. Вот они втроём встали перед нами, представляешь, стоят наши шестри фигуры. Так это надо на будущее загадывать. Зачем загадывать то, что было в прошлом? Со всеми переспала, со всеми целовалась, и... Нет, сейчас, ну вот время прошло, ты кого-то уже не любишь. Ты хочешь сказать, кого я выберу? Больше всех? Не так. Тебе надо из этих трёх, Сулеймана Керимова, Николая Баскова и Джима Керри, кого-то убить, кого-то поцеловать, с кем-то переспать. Я убивать, знаете, могу сказать так. Как? Знаете что? Я их всех убила. Ну, потому что... Ты правила мне наружила игры, специально нам придумали игру. Слушай, правила, это придуманы в вами. У Лабады, это его ребёнок, ну да, это я говорю. У всех, потому что каждый мужчина моей жизни, с которым я была, это мужчины, которые потом мне, ну, говорили, возвращаясь ко мне, что после меня они не могут уже выстраивать отношения с другими женщинами. Бля, какая-то охуенная. Это не хватает. А что осуждаете? Что, ляпнула на что-то? Вот этого всего, понимаете, вот... Ну хорошо, кто из этих трёх... А, проубила? Так она, это же пьяная, не сейчас хуйню. Тебе ближе, с кем бы ты вот прям сейчас из студии ушла бы под руку или улетела на Мальдивы? Из этих троих. Сулейман Джим Керри и Коля Баско? Да. Я могу сказать, что меня поразил по жизни Сулейман Керимов. Это, пожалуй, такая самая интересная история. А кто это? Я просто... И дело не в постели. Со мной в постели мужчинам хорошо. То есть дело к тебе. Бля, какая-то охуенная. Конечно, во мне. А как? Женщина задаёт тон в постели. Дело не в размере, потому что есть такие мужчины, которые... В размере постели? Вот, знаешь, очень большое и достоинство, и пусть нет большого количества денег, но есть такая... Ну вот именно такая большая сексуальность, что она... Вот она задаёт тон. Я решаю. Просто, Алён, подожди, можно я тебе сказать? Я, конечно, твою игру всё сейчас нарушу, потому что... Сейчас ещё три тройки, подожди. Да сейчас мы всё сделаем. То, что ты пойми. Да сейчас всё порешаем, блин. Что я действительно очень сексуальная женщина, и мне... Бля, ну... Да. Конечно, нужен мужчина. Конечно, вам уже 50, естественно, самую такую придумали. Ну так и грубо у меня придумали, да? Убираешь никого. Так они, это же в прошлом всё. Ну что значит в прошлом? Это игра. А у меня по жизни... У меня вообще вся жизнь игра. Давай, как второй. Бля, ебать она в очки, ну, боже. Там гораздо веселее. Николай Цискоридзе? О, это мой другой. Ну, кто это? Так. Данна Борисова. Знаю. А почему она не... Кто это? Какая Данна Борисова? У тебя есть возможность выбрать... А знаешь, почему она не пришла ко мне на день рождения? Так, вы мне что-то у меня в трусах здесь не висит? Это ваш этот... Что висит в трусах? Да нет. Да у меня ваш микрофон дурацкий. Ну, можете наистине микрофон... Представляете, да, вот это Алена, да, сидит такая... Ебать. Она вот... Начинается интервью, она просто... Бля, да все нормально. Я вообще сексуальный. Она сидит такая... Бля. Как я поймала, да, нахуй, судьбу за рога, бля. Капону, как ты... Да нормально все, я... Что она сидит в очко, просто контента наваливает. Мально, я терплю. Они просто боятся залезть в тебе. Ну, естественно. По сравнению с болью в моем... Вот это уже тазобедро. Бля, ну она в очки, но это же пиздец. Которые не дают никому покоя. Это все фигня. Так что ты хотела спросить? Пиздец Аскоридзе, Собчак, что с ними делать надо? Поцеловать, переспать, убить. С ними тоже надо такое сделать. Бля, пиздец, она у них в минуту. Я то, что с Колицей Аскоридзе. Я переспала, но на сцене... Просто мы такие роли танц... Да подожди, но это же виртуально, это роли. Мы танцевали с Колей балет, Байдерка, балет Раймонда. Вот, так. Ксения Собчак. Она, когда залезла в тумбочку в моей спальне... А, и нашла там этот самый, да. Там фало-имитатор. Охуенный трюк. Сказала, что вот оно, шезл магический, как сказал бы Никита Джигурдам и золотой, которого ты видела пять дней назад. Блин, мы его забыли, подождите. Ну давай, рассказывай дальше. Ну вот, с Ксенией Собчак. Я не знаю, я не хочу ни с кем из них ни целоваться, ни спать, ни жить, ни быть. Послушайте, мои золотые, я хочу оставаться самой собой. Я горжусь тем, что я... Выпьем за это, да? Я считаю сейчас формат вашей программы, наверное. Понятно. Из тех, кого мы сегодня называем. Они бы хотели быть на моем месте, но... Я... Спасибо. Пожалуйста. Я горжусь тем, чем не могут гордиться многие балерины. Вы знаете, что, мои золотые? Возрастом. А вот у меня к вам вопрос. А вот вы мне назовите три имени балерин, которые сегодня танцуют. Конечно, конечно, назову. А, так всем насрать на этих балерин. Я извиняюсь, конечно, но это не медийное... А назови любого три участника симфонического оркестра в жанре, в крыле духовых инструментов, хотя бы из первых позиций. Назови хоть одного. Вот назови первую флейту московского симфонического оркестра. Назови, бля. Не знаешь? Понятно, бля. С которым меня незаконно уволили. Все после того, как я Сулейманом Керимом рассталась. Все это вот. И начался вот этот беспредел. Называйте. Нет. Не разовите. Ищите в комментариях имена балерина. Ищите, да? Но вы не назовете. Твоя мама. Еще два, еще два. А мой шпагат, вот мой шпагат. Он сегодня не дает покоя многим людям, понимаете? Бля, мне вообще не дает покоя. Ну, что шпагат Волочковый. Он-то интересный. Вы думаете, что у меня вот здесь стреляет, блядь? Это я вот о Волочкову думаю о ее шпагате. Чем мои благотворительные спектакли с детьми. То, что я делаю. Понимаете? Я понимаю, что мы можем сидеть, разговаривать, блумиться, ржать сами над собой. Я умею это делать. Знаете почему? Конечно. Потому что мои золотые. Если мы, Алена, вот если мы... Мне нравится, когда она обращается к мои золотые. Хочется внимательно слушать. Смеяться сами над собой, то над нами поржет весь мир. Я тебе и предлагаю дальше поржать. Ты поиграешь со мной в игру. Давай станцуем уже. Давай что-то сделаем. Подожди, танцевать мы будем. Давай третью тройку. Давай. Со второй что-то у нас не заладилось. А почему? Почему? Подожди. Ксения, кого бы ты убила? Ты сообщать бы убила? Подожди, про Дану Борисову. Дайте про Дану Борисову сказать. Ну что? Она не пришла ко мне на день рождения. А ты звала Дану Борисову? Конечно. Подожди, вы же поругались. Ну мы там не то, что поругались. Это же все. Вот такая вся история. Слушайте, это все. Она тебя обвинила в алкоголизме. В алкоголизме. Кто-то еще. Да я никого... Вот я, кстати, не обвиняла никого ни в чем. Но дело в том, что... Ну как бы был конфликт. Ну людям, многим интересно со мной создавать конфликты. Интересно просто. Биздец. Потому что, ну... Ну это выгодно, просто я скажу так. Многим на почве имени Анастасии Волочковой вот эти конфликты все устраивать. Хорошо. Но я дружелюбный человек. Я протянула руку. И Ксении Собчак, когда пригласила... А мне меня протянешь? Она пришла, обоснула мне все. А, ну ладно. Просто устроила мне ужасную эту историю. Просто подставы дома. Бля, я смотрю, я сам пьянею. У вас есть такая хуйня? Ну я очень эмпатичный... Эмпатичный человек. Правильно же я на слово назвал? Я когда вижу, кому-то плохо, мне тоже плохо становится. Ну, реально такая особенность. И вот когда я вижу, как она в очко пытается что-то сказать, я сам уже такой. Чувствую себя как-то неадекватнее. Да-да-да, тоже, да, бля, пиздец. Я чувствую, что я тоже пьянею, бля. Вот такая хуйня есть. Убить? У меня компания, типа, они вот, допустим, на шашлыки едут, пьют себе, на веселе. А чел не пьет по состоянию здоровья. Но он настолько эмпатичный, что когда все даже напиваются, он сам напивается, короче, реально. И он не притворяется нисколько. Он начинает... Давай! У-у-у! Прямо у чувака, короче, крышняк начинает лететь. Просто когда вокруг все пьяны, типа. Я хочу убивать. Мои золотые, они сами себя убили. Знаете чем? Потому что они находятся на дне. Стук и шла. Это постучала Ксения Собчак. Ну, это постучала Анастасия Волочкова. Это их стук из-под дна. Давай тогда к третьей. И не могут пережить... Нет, Алена. Потому что я знаю, что вы это не поставите в эфир, но я хочу вам сказать, что я Анастасия Волочкова, а эти люди, они стук из-под дна. Извините меня, пожалуйста. Давайте, нет, поговорим об этом. Подожди. Хорошая игра у нас получилась. Нет, игра у нас просто получилась. Милая игра, которую придумали Алене в шоу. Нет, игра офигенная. Получилась у вас, вы знаете, у вас сейчас... Прикольно, что они еще подливают, да, чтобы к концу интервью... Я перемотаю сейчас, тут, наверное, вообще она... Бля... Получится самая лучшая рейтинговая игра. Давайте уже по этому поговорим. Вот это Дана Борисова сказала, что она хочет лечить Анастасию Волочкову. От пьянства. От пьянства. А она не хочет прийти в балетный зал и хотя бы раз пуанты надеть. Просто пуанты. У нее нет, конечно. Так они все хотят меня лечить. Зачем тогда ей приходить? Ей, так я хочу сказать... Слушай, друг, у тебя проблемы с веществами. Давай я тебе помогу. А ты попробуй со мной на СФ прийти сыграть вон лимит, блядь. Вот и не пиздиваешься. Как это связано, блядь. А я в ответ, мои золотые. Вы поймите такую вещь. Вы меня пригласили на шоу, но я вам хочу сказать. Вот как всегда моя мама говорила. Золотые люди, журналисты, все, кто вот просто за этими камерами стоят... Слушай, слушай, наша золотая... Вы же их держите в руках, да? Но вы попробуйте отойти от этого вот стереотипа. Покажите меня не другой, не новый. Покажите меня такой, какая я есть. Но ни один из вас не придет в балетный зал мой, в Навахово, к нам, и не покажет то, что я делаю. Ни один из вас не покажет мои вот эти вот ноги, понимаете, убитые и забинтованные, в которых я живу уже 15 лет с этим всем вот этим тейпом, понимаете? Вы будете заниматься какой-то хуйом. Я вам серьезно об этом говорю, понимаете? И будете... Я понимаю, что это шоу, сейчас мы все продолжим. Вы же это все обожрежете. Да, сейчас я обижусь на тебя. Ну, просто сейчас... Ну, слушай, Ален, ну, извини, ты мне про Дану Борисову. Почему какие-то люди непонятные абсолютно мне и люди, не понимающие, что я свое имя, мои золотые? Бля, вы знаете, это когда... Ну, это когда сидишь в компании, кто-то напился настолько, что белку словил, начинает хуйню нести, ты просто сидишь. Я его зарабатывала годами труда. Ежедневного, многочасового, многолетнего, понимаете? И вы же знаете, что вы меня пригласили сюда только потому, что мое имя дает эти рейтинги, дает. И, Ален, ты меня пригласила, потому что ты со мной дружишь. Потому что я тебя уважаю. Потому что ты меня любишь, и я тебя люблю. И ты меня уважаешь. Я тебя обожаю и уважаю. Ну, просто, понимаешь, разговаривать про то, что кого мне убивать, мои золотые... Да, мы про игру... Это же игра, Настя, это игра. Надо просто выбрать. Давай третью тройку. Ах, это же я. Да. Слышь, как мы украсили студию, везде ты у нас. Какая прелина? Слышь, бля, я не могу, мне просто нахуй. А ты говоришь, у тебя тут что-то тебе не то, я предлагаю. Я тебя так уважаю. Да ты что? Ты знаешь, как в этой... Ты меня уважаешь? Да. Я тебя... Ты меня уважаешь? Бля, я не могу. Мы с тобой уважаемые люди. Люди. Нет, мы друг друга уважаемые. Ты знаешь, что тут два чувака сидят, когда ты тоже... Ты меня уважаешь? А теперь мы переходим к третьей тройке. Третья хуже. Тройка, так. Мы с первой не справились, со второй не справились. Да мы ни с какой не справились, потому что ты отказываешься играть в игру со мной. Ты начинаешь свои политические леча заслуг. Ты кого-то убивать, я всех люблю. Я всех люблю. Я всех люблю, говорит, она только что говорила, что... Угожен, Джиган, Тарзан. С кем бы ты переспала, кого бы убила, кого бы поцеловала? Ой, из них ни с кем бы не переспала. Так, никого бы не убила, и что там еще? Не поцеловала? Убила, поцеловала, переспала. Вот они втроем. Ну давай с ними хотя бы, господи, уж Пригожин-то, Джиган, Тарзан. Ну я со всеми дружу, ну что мне делать? Ты задаешь мне вопрос. Это игра. Так, это игра. Это надо просто... Давай хоть одну... Бля, не могу, я отвечаю, я пьянею, чуваки, я не могу больше. Давайте что-нибудь другое, так, ну в смысле, здесь быстренько полистаем. Я говорю, я пьянею, мне хуёво. Ай, блядь, сука, стреляет еще в голове заебало. Так, вот, шаман, звоним за одним Пригожиным и предлагаем сыграть ту же игру. Ими деньгами. Настенька. Что еще сказать? Дорогой мой человек, доброе сердце, как ты говоришь. Я могу сказать, что... Что, что, еще раз. Ани Лорак, Светлана Лобода, Анастасия Волочкова. Кого-то из них надо убить, кого-то поцеловать, а с кем-то переспать. Только из троих надо выбирать. Одну? Нет, кого убить из них, кого поцеловать, а с кем переспать. Ты понимаешь? Так, ладно, давайте дальше обсуждаем новости шоу-биза. Певица Слава развелась? Кто, блядь, Слава? Мерлоу, что ли? У дочери Волочковой Арианды появился парень. Кто он? Понимаю. Ты об этом знаешь? О, не понял. Конечно, ты это одобряешь. Тебе нравится? А вдруг дочь Волочкова меня смотрит. А скажи, кто у тебя парень? Так. Пять произведений Пушкина. Есть! О! Настя, ты считаешь себя умной женщиной? Я не просто считаю. О, веточка! Спасибо большое за рейд. Спасибо, рейдер, наденьте колпакет. Да, я умная женщина. Тогда я задам тебе пять умных вопросов. Давай. Если ты ошибешься два или больше раз, то выполнишь мое задание. Так, я не на одну твою игру не ответила. Ну, давай посмотрим, попробуем. Блин, реально, заметили? Я перемотал, и она уже вообще лыбу не вяжет. Назови пять произведений Пушкина. Каких ты знаешь? Александра Сергеевича Пушкина? Да. А у нас еще что-то есть несколько Пушкиных. Нет, я понимаю. Самое главное, которое я знаю, для меня, самое важное в моей жизни, это фильм «Черный принц», в котором я играла роль Натальи Гончаровой, и моим Пушкиным и до сих пор остается голливудский актер Ливани Ученышвили. Вот я могу сказать... Надо произведения назвать. Пять произведений Пушкина. Слушай, не мучай меня, пожалуйста. Ну, мы же знаем их. Евгений Онегин. Нет, ну это понятно. И еще четыре теперь, знаешь, я тебе помогла. Четыре осталось. Ты мне помогла. Просто для меня это все связано с операми, с балетами. Какие знаешь, балет по Пушкину, ты сразу говорим, я тебе засчитаю все. Иначе придется задание просто выполнять. Давай я выполню задание. Ты не знаешь, какое задание, поэтому давай. А почему? А давай задание сразу. Нет, ты нарушаешь мне всех... Она думает, что сесть на шпагат, наверное. Правила всех игр. Ты знаешь, я вообще нарушаю... Хорошо, первый ответ не засчитан. Второе. Так. Озвучь теорему Пифагора. Ты помнишь ее? Теорема Пифагор? Это какая-то... Это ни по какой теореме. Бля, я даже сам не помню. Я хотел сейчас сказать. Если... что-то, блять, фу, поехали. Если из угла треугольника мы проведем катет, да? Катет же называется, то он основание катета разделит я из головы беру, да? Нет? Хуйню несу? Ну там, короче, поняли, из угла, вот, типа, вот, треугольник равнобедренный, да, если с его, типа, с любого угла, точно, с любого угла провести вот эту линию, не помню, Катя называется или как, если она биссектриса, да, что-то поделит, да что 110, блядь, да я школу закончил тогда, когда вы еще родились только, нахуй, что вы мне рассказываете? Равнобедренный, да. Сумма квадратов равна чего сумма квадратов равна, ой, сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, чего, нихуя себе блядь, ааа, точно, то, ааа, да, 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 точно, ааа, это я про другое рассказывал, все, все, я знаю, конечно, ааа, было, было. Сказать на примере моей травмы бедра. А в квадрате плюс 2 АБ минус 4 АС. Мне Катя Лель звонила, я на Мадивах была, она мне звонила 4 дня подряд, мы молитвы читали, и когда я приехала в Москву, я обошла там, мои травмы. Это какая-то пифагора. Ты помнишь ее? Теорема пифагор. Ебай, посмотрите, она уже вот такая. Это какая-то, не по какой теореме, вот я вам могу сказать на примере моей травмы бедра. Мне Катя Лель звонила, я на Мадивах была, она мне звонила 4 дня подряд, мы молитвы читали, и когда я приехала в Москву, я пошла там, сделала этот рентген, и мне сказали, что у меня какая-то там третья или четвертая степень, ну, сложность, и что я не смогу танцевать. Я всех послала на... и сказала, извините, это все будет не так. Когда мне предсказывали то, что у меня травма... Блин, какая интересная теорема, пиздец, я не слышал это в школе. И че, и я не смогу... Это я на экзамене дальше. Больше этими лебезинными крыльями махать мои золотые. 7 лет у меня стоит в суставе плечо. Послушайте, я вам хочу сказать, вы знаете, когда вы спрашиваете, кто что написал, какие фильмы, кто, блин, самый фильм классный, это «Невезучие», это Пьер Ришар и Жерар Депардье. Вот их я знаю. Это фильм про нас с тобой. Вы знаете, вы почитаете, естественно, про нас с тобой. А еще, знаешь, стихи Есенина, конечно, они крутые, потому что они все с матом, они все вот такие. А ты скажи, блядь, назови пять стихов Есенина в названии. Вы меня сейчас попытаетесь на экзамен какой-то пригласить. Давай тогда Пифагора посылаем. Я на экзамен. Мой экзамен, знаете, был какой? Золотые мои. Нет, Алена, я тебе скажу, какой у меня был экзамен. Диана, где ты? Диан, сюда. Давайте, снимите мне видео. Я хочу это сказать оттуда, издалека. Я хочу просто, чтобы это было мне запечатлено. Так, это и так будет. Ну, я понимаю. Вы слышали, как она с ассистенткой разговаривает? Какой там? Диана, сюда. Диан, просто, видите, издалека запиши оттуда просто слова, чтобы были видны. Слова, чтобы были видны. Нет, ну, у вас же это записывается, да? Блядь, это реально... Это самое, батька с дедом опять напились и дерутся. Каждый день одно и то же. Так вот, я хотела вам сказать. Какой бы мне в жизни экзамен не задали, я вам хочу сказать. Мой экзамен, ну, не тебе именно. Блядь, меня уволят. Ты можешь нормально со мной, жестко. Я имею в виду, жестко. Людям я хочу сказать. Экзамен самый большой. Я прошла, мои золотые. Это то, что невозможно было бы пройти ни одному мужчине в жизни. А еще в балетном училище. Когда я туда пришла, и я там не то, что ногу поднять не могла. Вы поймите, я вообще ничего не могла. Еба, блядь, какая ты несчастность. Через что ты прошла? Сегодня, когда у меня там травма бедра, я могу вам сказать, мои золотые. Экзамен, жизнь. Я не знаю многих... Я когда пришел на брейк-данс, я не мог стоять на руке. Но потом я встал на эту руку. Блин, что ты, дочь же, как практика. Знаете, я не знаю многих... Как ты, как ты придешь? Ты думаешь, что ты придешь на балет и сразу хуяк ногу, да? Нахуй за шею вот так вот, блядь. Ну, понятно, понятно. Понимаешь, Олег, я не знаю, кто написал... Моя золотая, что ты прошла? Я того все ебал. Издание, у меня есть мои книги. Вы меня спрашиваете о тех, которые... Балл называется у нее книга, реально, это я знаю. Давай свои любимые просто книги перечислим. Мои книги, я перечисляю. Вадим Зеланд, «Транссерфинг реальности». Оша Раджниш, это вообще мой любимый автор. Транссерфинг реальности? Философ, это вообще просто удивительный совершенно человек. Я знаю все его книги. Так это же твои книги. Сейчас скажу. Началось с того, что это было горчичное. Реально есть я ебал у нее. Я ебал, у нее книга есть. Но «Танцующий бог» Зарататустра, «Белый лотос», это 10 томов. Я все их прочитала. Понимаете? А вы меня спрашиваете... Пропустил «Белый лотос» на этот посылок. Хорошо, хорошо. Или ты прочитала прямо? Да я книги читала. Бля, я, чуваки, я вообще, я столько книг читал за жизнь. Я читал «Волк с Уолл-стрит», блядь. Реально, моя любимая книга. Еще я читал «Ходящие мертвецы». И еще я читал «Острые козырьки». Да я столько книг перехуячил. Это того все ебал, блядь. А «Бойцовский клуб» кто-нибудь, «Поланика» читал? Да там концовка вообще ебанить, блядь. Вот и все, понятно. Так я читал. Еще гиды... Уэнсдей недавно прочитал хорошую книжку. «Пасан», «Жизнь», «Роман», «Право отношения мамы и сына». Так у меня с мамой, с дочерью, с моей, такие же отношения, как по этому роману. «Жизнь». Смотри, раз ты много читала, и у тебя есть исторические книги, тогда... Да не считай я, что нужно читать мои золотые. Нет, я поняла по списку твоих книг. Да слушай, книга моя самая лучшая в жизни. Их две. Я их сама написала. Одна называется «История русской балерины». Понимаешь? Вторая я ебал. А вторая называется «Плата за успех». А ты мне про книги. Вопросы больше не имею. Эта книга – это жизнь моя, которую я прошла, мои золотые. Вам не достойно и не подвластно пройти то, что прошла я. Если бы вы... Понятно, блин. Кто-нибудь из вас прошли путь, который прошла я... Бля, не на... Бля, я нахрюкнула. Если бы вы кто-нибудь из вас прошли путь, который прошла я... А, нет, это стакан. Я думал, вот так вот сделано. Я могу сказать, что вам бы мало не показалось. Бля, больше всего ненавижу, когда мне говорят. Ты знаешь, через что я прошел, прошла, да, типа. Ты знаешь, через какие... Прям, мне прям... Не знаю, меня это самое прям раздражает, бля, пиздец. Вот почему я не сижу, не рассказываю. Знаешь, через что я прошел? Да ты же просто, ну это пиздец, бля. Через что я прошел? И там обычно, если такой, ну такой, ну расскажи, а что? А там рассказ просто хуйню. Ну меня мама не любила, бля, пиздец. Через что ты прошла, я того все ебал. Ну, короче, вы поняли. Ненавижу такую хуйню. Меня прям вымораживают, короче, такие люди. Да, вы бы просто его не выдержали. А вы мне про игры, про вот эти все истории. Они мне просто не интересны. Потому что я точно знаю. Вот я тоже, ребят, вот если бы я напивался, нахуй. Или фраза, чтобы ты понимал. Ну вот, нет, ну фраза нормальная. Ну не знаю, я не напиваюсь, по крайней мере, не рассказываю. Да я в подвале жил, знаете, вот такой охотник. Ну ты вообще кринж, пиздец, невероятный. Это я личность. Я легенда. Тоже легенда. Да, я легенда. А ты проиграла, между прочим. Сейчас я тебе задам. Тебе нужно будет выполнить небольшое задание. Готово? Теорему Пифагора мы не стали озвучивать. Ты ее не помнишь? Пифагора мы посылаем. Все правильно? Пифагора я вообще не знаю. В каком веке жил Иван Грозный? Да, я ебут. Сколько оборудов? Вокруг Земли за год. Сколько? Че? Да фиг его знает. Сколько оборотов Солнце совершает вокруг Земли за год? Один. Ну, 360 раз. В 14 веке? В 15 все пишут. В 16. Не, ну какой, блядь? По-моему, 16, чуваки. Хотя какой нахуй 16? Нет, 16, 16. Нет? Бля, я сейчас сам посмотрю. Да ну нахуй. Чат просто не учи. Это вы в школе сейчас учитесь или я, блядь? В каком веке жил Ванька Грозный? Ты, 1530, ну 16 век. Опа, блядь. Потому что 360 дней в году и 360... Солнце вокруг Земли. Вокруг Земли? Да. Слушай, я тебе хочу сказать, что... А, подожди, что не солнце? Солнце вокруг Земли-то не вертится. Вопрос... Подожди, блядь, ебать, я сейчас затупил. Все правильно? Я вообще не знаю. В каком веке жил Ванька Грозный? Подожди, я сейчас затупил. Сколько оборотов Солнце совершает вокруг Земли? Солнце вокруг Земли. Нет, все, я понял. Один говорит. За год. Все, все, я просто... Ну вопрос подвохом, ребята. Ну, 360 раз. Все, 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 все. Ну 110 же. Солнце же не крутится. Да, да, да. Земля вокруг Солнца хуячит. Да ведь? Правильно? Вокруг Земли. Вокруг Земли? Да. Слушай, я тебе хочу сказать, что мне вообще без разницы, сколько это происходит раз, потому что самое главное, что я это Солнце вижу каждый день, просыпаюсь в своей спальне. У меня спальня 102 метра квадратных. У тебя сколько? А знаешь, какой правильный ответ на этот вопрос? А какой? Ноль раз, потому что не Солнце вращается вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца. Опа! Слушай, это все тебе так кажется. Своим людям, которые они написали. Вообще, Земля плоская, на самом деле. А у меня Солнце. И последний вопрос. У меня Солнце всегда со мной, потому что я в этом потоке. И это самое главное. Сколько пар хромосом у человека? Чего, что за матерный сладок сказал? Ну, смотря у какого. Пар хромосом у человека. У тебя сколько пар хромосом? А вот у нее... Это что ты такой сказал? Ну, я не знаю, ребят, точно. Но у человека есть пара хромосом. Это что ты такой сказал? А, это Сири. Я думаю, что говорит, блядь, на зоне фоне? Все, смотрим. Но у человека есть пара хромосом. Это что? В каждом человеке их... Что? Скажи просто число. Куратай, вдруг угадаешь. Я придумал шутку. Знаете, где вы... Нет, ты сейчас серьезные вещи говоришь или нет? Ну, ты ж наука установила, что у каждого человека определенное количество хромосом. А я тебе скажу, что наука, это все тоже не очень зачастую... Короче, ты не ответила ни на один вопрос, поэтому ты выполняешь задание, которое я тебе приготовила. Настя, у тебя есть телеграм-канал свой? У меня, конечно. Я люблю школьные вопросы, давайте что-нибудь по школьным вопросам. А, мы же все посмотрели, да, по-моему. А ты сама там, кстати, пишешь? Я все везде пишу сама, в соцсетях всегда сама. У меня для тебя два варианта постов. Они тебе наверняка не понравятся, но в качестве наказания ты должна опубликовать какой-то один из них. Первый. Только не ругайся. Ну, конечно. Друзья, я приняла решение покинуть Россию. Ночью мне позвонила Алла Пугачева, мы долго разговариваем. Это точно нет. Это точно нет. Значит, второй. Друзья, как вы все знаете, я не могу жить без мужчин. И два дня без секса для меня большая проблема. Это не... Это уже называется. Поэтому я объявляю аукцион за ночь со мной. Ну, смешно. Это тоже какая-то фигня. Да почему смешно? Ну, выбирай либо покидаю Россию Аллу Пугачеву, либо аукцион за ночь со мной. Послушайте, я вам хочу сказать... Стартовая цена 10 тысяч рублей. Россию я не покину никогда, потому что дети меня знают. Лично как не знают каждого из вас. Вы лично ее знаете? Алена, прости, пожалуйста, даже тебя не знают. Ну, конечно, меня откуда не знают. Пятилетние дети, они не смотрят наши интервью с тобой. Ну, в том-то все и дело. Следующее. Что за история была еще? Это аукцион. Ты уж прости, Алена, меня смотрят тебя, нет? Он за ночь со мной. Ну, слушайте, вы знаете, ночь со мной стоит очень дорого. А сколько? Опа! Бля! Установим нормальную цену. Тут у нас 10 тысяч рублей. Ну, бля, ну я думаю, косаря 2, бля, вот мне так кажется вообще. Ну, учитывая, что Волочкова, ну я думаю, косаря 2 тип рублей, может 3. Ты знаешь, суши и мартини, бля. Просто есть то, что является... Ну, суши надо какие-то из вкусных суши, знаете, вот в Питере есть доставка вкусной суши, советы, самые лучшие суши. Ну, такие, потому что женщина крутая, типа, ей надо такие суши крутые поесть. Никакие не там из 2 берега, типа, попезже и все. И вот тогда, по-моему, 2 косаря сверху даешь и все. Это реальное отношение человека, вот, мужчины и женщины. Поэтому ваша игра, к сожалению, сегодня не случилась, потому что, ну, она не произойдет со мной невозможно. Дайс, ну, дай мне тебе наказание надо исполнить. Ты не ответила ни на один вопрос программы 5 класса биологии и истории. Так, мои золотые, я вам говорю, мои золотые миллионы рублей мне нужен сейчас, мне нужно в Вегасе сделать сейчас шоу. Там, понимаете, очень дорогие экраны, дорогие съемки, все. Моя золотая, игра наша заканчивается на том, что я не понимаю, как ответить на ваши тупые, глупые, совершенно бездарные вопросы. Ебать, я понесло, бездарные. Просто бездарные. Поэтому я вам хочу сказать, мне нужно завтра идти в большой зал. Как ругаться? Вот если ваш учитель скажет, типа, так, назови теорему Пифагора. Ты такой, ты бездарная, блядь. И вопросы твои бездарные. Я не собираюсь лгаться. Я говорю, мне завтра надо идти в балетный зал с моей травмой бедра. А Лас-Вегас еще когда? Идти, идти ноги. Почему здесь Лас-Вегас? Мне говорят, шоу в Лас-Вегасе. Когда она собралась? Особенно сейчас. Кто тебе из России в Лас-Вегасе позволит сделать шоу? В телеграм-канале в твоем тогда. В моем телеграм-канале. Вот в телеграм-канале, чтобы этот аукцион устроить, мои золотые, миллион рублей. И это не за ваш аукцион, а это за то, чтобы эти деньги пошли на мой спектакль. Вот, и вообще, когда вы меня отсюда отпустили? Как только ты напишешь этот пост, и мы объявим аукцион. Миллион рублей, вы жертвуете. Нет, ну вы сначала миллион рублей мне перечислите, а потом я напишу. А потом я подумаю, да? А вы со мной ночью? А, наверное, на Вегас походу с Сони Вегас, да? Миллион рублей подходит уже такая цель? Нет, а что вы говорите? Ночью с Анастасией Волочковой, извините. Мои золотые, я за деньги не ужинаю и не сплю. И я вам хочу сказать... Так ты же сама сказала... Ну ладно, ты до этого проболталась, если честно. Ни миллионом рублей, ни миллионом долларов не обойдешься. Потому что мой мужчина, он мне скажет, Настя, тебе не нужен ни миллион долларов, ни миллион рублей. Я все тебе сделаю. Ну вообще, на самом деле, между нами... Ну, не воспринимайте мои слова серьезно, потому что им не будет подтверждения. Тут так чисто держится на моем добром слове. Но я как-то был на одном дне рождения очень популярных людей. Очень популярных. Не из блогерской тусовки. И там были люди, которые... Как правильно сказать? Ну, из вот этой поп-тусовки именно московской поняли? То есть, как это называют? Ну, шоу-биз, короче, да, российский. То есть, там серьезные чуваки были. И мне много кто рассказывал, что там пиздец эскорта дохуя. Даже почему-то... Даже певицы какие-то, да... Ну, попсовые такие, из радио, которые вы поняли. Они занимают... И тиктокеры тоже, короче. Что много из них, кто есть, ну, кто занимается эскортом по-прежнему. То есть, ты, допустим, успешная певица, у тебя там дохуя стримов на радио, там каждую твою песню крутит. Но, типа, эскорт для них, это же легкие бабки, по факту. А от легких бабки это, ну, зависимость, типа. И, короче, есть такая движуха. Мне говорили... Ну, мне имена называли, я уж так говорить не буду уж имена, но это совсем сплетни будут, я думаю. Но просто говорю, что там эскорт... И вполне возможно, в теории, что Волочков тоже это спокойно практиковал. Потому что есть люди, которые за определенные популярных женщин готовы платить, типа. Такая хуйня, сплетница, да-да-да. Не, ну я уж без имен, естественно. Это не мое дело вообще. Я просто так слово сказал, что, типа, это возможно более чем. И про тиктокеров мне почему-то говорили, но имен не говорили временные. Но говорили, что занимаются. В твоей жизни. И ты занимаешься тем, для чего тебя Бог создал на этой земле. А ты мне про какие-то игры. Ебранный врод, подождите. Вы о чем вообще, ребята, здесь сегодня говорить? Я так устала уже. Пиздец она в очкину. Все, она уже под конец вырубится. Еще, блядь, 10 минут. Раз ты отказываешься. Почему? Я не отказываюсь. Что мне обидеть делать? Пост написать. А, вот, а сейчас? Да. Так я в телеграме. Давай, я не умею. Принесите телефон Насте, пожалуйста. Мы сейчас ей напишем пост. Вы просто мне скажите, что надо сделать. А я просто могу диктовать, и все, а ты просто пиши. Так, давай. В телеге? Да. Так, смотри. А это на моем аккаунте? На твоем. На моем. Вот, ребят, в описании ссылка на мой телеграм-канал. Все заходим и смотрим, что же написала Волочкова. Это не твой аккаунт. Это с кем-то переписка. Или это твой аккаунт? А сколько там подписчиков? У меня? Да. Сколько стою на ночь? 27 с половиной тысяч. Бля, 10 тысяч. Наверняка найдется человек, который заплатит деньги. А что там надо написать? Я диктую. Давай, так. Добрые люди. Что такое, господи? Сейчас, подожди. Сейчас, вот с моего. Батя с телефоном. Очки надеваю. Так, так, так. Михалыч с работой пишет. Ба-ха-ха, сори, блядь. Мем прислал, блядь. Идет. Демотиватор, блядь. Добрые люди. А она что очки не надевает, когда телефоном пользуется? Зрение же испортишь. Так, спать хочу. Объявляю аукцион. За ночь со мной. А ты откуда знаешь, как батя телефон? Ну, это я в ТикТоке вела, серьезно. Нет. Ну, меня где-то, в принципе. Ну, вот видишь, ты мне нарушила все, весь мой план. Нет, ну, как хорошо. Ну, Алё, ну, давай ты пишешь, что за ночь со мной. За ночь со мной. Ну, все же поймут, что ты розыгрыш, понимаешь? Ничего страшного. Напишут лишний раз кто-то. А потом ты же, ты же свадьбу придумала, а вот после бей в телеграм-канале написать впадлу. Потом скажи, что ты тоже это придумала, что ты популярный интересный, что я посмотрю. Звонит кому-то. И номерок, да, спалило? А, нет, там просто... А, нет. Блин, ну не видно. Ребята, у вас у всех учу, у вас у всех нигде, что ли? Я просто не понимаю, ебать, урод. Вы просто меня, если честно, за... 23 тысячи? Я хочу домой просто. Я смотри, фуру. У нее телега, что-то она говорит, я известнее всех тут, блядь, вместе взятых, 23 тысячи телеги. Только что. Даже у меня там что-то 150. Ну, у меня был такой случай. Ну, был такой случай у меня, знаешь, какая-то... Кому-нибудь звонит, блядь. Я когда им сказала, ребята, если я про вас напишу, что вы вот это все мне сделали, то вы, знаешь, какой-то диктант писать... Давай обсудим последнюю новость из шоу-бизнеса, потому что у меня в программе обсуждают новости из шоу-бизнеса. А мы с тобой ничего не обсудили, кроме певицы Славы и еще какой-то... И Майерлоу. Что мы говорили? Давай про Филиппа Киркорова. Главная новогодняя новость, которую обсуждали все, то, что Филипп сделал пластическую операцию. Ты видела его? Вы пишете сейчас, ребят, пишется... А что поменялось? Знаешь, я что считаю? Когда человек вмешивается в свою природу, вмешивается в свое лицо, как все... Слушай, мне кажется, это просто какие-то сумасшедшие люди. Ой, а у тебя подтянутая шея, блядь. Что-то... Я же вижу, блядь, у тебя... Блядь, не рассказывай, нахуй. У меня мама это делала. Я же вижу, у тебя шея подтянутая. Не может быть у женщины в таком возрасте вот такой контур шеи, блядь. Ну это же даже неестественно, что она пиздит, блядь. У нее шеи, щеки подтянуты, блядь. Я вам серьезно говорю. А давайте я его просто покажу. Может, тебе ты скажешь, что это стоило того. Вот, Филипп. Смотри, как он стал. Худой. А можно... Он где жиры убирал? Или лицо? Что он делал? Ну, уменьшил объемы. Нихуя себе, блядь. Лицо у него изменилось. А, объемы? А, это прекрасно. Я могу сказать, что вы знаете, мои золотые, вот для того, чтобы уменьшить объемы, это вот в моем случае, ну если мне это нужно, необходимо, там на 2-3 килограмма. О, слушай, слушай, мне нужно уменьшить. Это нужно прийти в балетный зал и начинать репетиции, то, чем я займусь с завтрашнего дня. Что вы хотите мне этим сказать? Мне хочется узнать твое мнение о том, что сделал Филипп. Тебе вообще поддерживаешь это вот? Пластические операции, липосакции, например, которые вы делали. Мои золотые, вы, как говорится, делайте все, что вы хотите в своей жизни. Кому надо, делайте липосакции. Мне липосакция моя. Тебе это не надо, понятно. Да нафиг мне это надо. Вы посмотрите, как я выгляжу. Блядь. Показать еще раз. Мои ноги встроенные. Кстати, для всех заданий посчитайте количество раз, когда Анастасия Волочкова продемонстрировала мне в шоу свою фигуру. Пять раз. Видишь? А сколько раз земля вокруг солнца, ты не можешь ответить. Все, Настя, ты мне сорвала все игры. Мы у нас здесь формат. Как в сказке скрипнула дверь. Блядь, только сегодня Иван Васильевич пересмотрел. Реально. Я вот перед стримом лежал, Иван Васильевич меняет профессию смотрел. Ебать, сука, блядь, Селена мне чуть посылает. Опнула. Вдруг, как в сказке скрипнула дверь. Все здесь ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой. Это матрица, матрица. Ради этой встречи с тобой шел я на Эпамаранду. Кто-то, Солен, ты слова ловыл, и я тоже. Ну, это что, написали бы слова этой песни? Давайте, значит, что вам надо делать? Давайте все-таки Витаса попробуем спеть с собой. Это наказание за все, что мне пришлось пережить сейчас. Потому что ты мне не ответила ни на один вопрос, ни в одной игре. Поэтому мы с тобой поем. Все, давай. Начинаем. Дом мой достроен, но я в нем один. Просто, блядь, просто, вообще. Она уже просто не живет, а существует, короче. Подожди, я же пою. А ты припеве, ступай. Дом мой достроен, но я в нем один. Хлопнула дверь за спиной. Господи, как и пить. Ветеросиний вдруг. Сучатся в глазки. Хлебнула дверь. Почути, уже новый напечатал. Хлопнула дверь. Подожди. Плачет опять надо мной. А теперь со мной не скучно. Со мной. Надо было ей просто виноградинку со стола взять и ей так, хоп, нахуй, в глаз, блядь, чтоб не втыкала. Давай, плачет. Давай, плачет. Что это, блядь? Что это, блядь? Я говорю, просто виноград ее запустила, нахуй, чтоб не втыкала. И все, блядь. Опять надо мной. И припев. Насть, надо петь. Насть, со мной. А там не нахуй, там а, как тебе напишут. А на пустой листок держала. Нихуя себе. Нихуя себе. Ой, блядь. Остучайся. Пой, просто повторяй за мной. Блядь, я на пустой листок держала, не мога вкурить, где слова, блядь, я в ахуй. Я начинаю, а ты открывай вот так. Блядь, что-то я уже хуевая, блядь. подожди покажи где написать это звук это сопрано такое я не могу меня это баритон баритоном я так хочу спать люди у меня переаклиматизация 500 долларов побежал в кассу завтра уж устала и домой и мой портрет и свой кстати пусть стоит я же думаю что вас серьезные декорации вам на самом деле все это найти все не получилось сегодня я запустила новый формат своего шоу и он пошел по одному месту краду себе блять пиздец контент бля алёна ты вообще не шаришь пиздец настя моё надо было ее наоборот выводить еще на больше эмоций на больше типа заявление какие-то пиздец алёна ты чё наказание журналист или кто нахуй ебать за то что ты мне разрушила проект с первого выпуска самый необычный шпагат эксклюзивный шпагат в моей жизни ты сделаешь вот здесь вот я сделаю шпагат это во время моего шоу я сделаю на саде хочешь да ну и что мы добрались до финала моего первого выпуска нового шоу правило которого нарушила настя волочкова не выиграла ни одного конкурса не исполнила ни одного задания но мне кажется вам всем запомнится мой первый выпуск вы обязательно посмотрите следующее что нам пришлось насти пережить это была анастасия волочкова главный так чтобы она вставала и и это было алена блин ааааааа блядь все короче это уже с тебя там порнуха пошла все короче понятно глянь эта девочка пела пенал собери